Здравствуйте, драгоценные! Мы рады приветствовать нас на очередном богослужении. И, как всегда, вначале я хочу помолиться, потому что мы собираемся во имя Иисуса Христа. Мы собираемся ради Него. Ради Него мы живем, движемся, существуем, как написал апостол. Мы все, что бы мы ни делали, мы делаем во имя Господа нашего Иисуса Христа. И давайте помолимся вначале. Дорогой Господь, мы ради Тебя собираемся, мы ради Тебя встречаемся, ради Тебя, Господь, мы живем, движемся, существуем только для того, чтобы Ты был прославлен, Ты был возвеличен и превознесен. Господь, мы жаждем встретиться с Тобой, мы жаждем пережить Тебя. Мы хотим услышать Тебя, Господь, в этот вечер. Не слова человеческой мудрости, но Твое Слово живое и действенное, Господь. Твое Слово, которое не возвращается к Тебе тщетным, но проникает в наши сердца, разделяет душевное от духовного и судит помышления и намерения сердечные. Бог, мы так нуждаемся, чтобы Ты ввел нас в Свой покой, ввел нас в Свой мир и даровал нам Свой мир, о котором Ты говоришь в Священном Писании, потому что мы ищем Тебя, жаждем Тебя и любим Тебя, Господь. Да будешь Ты прославлен, возвеличен и превознесен во имя Иисуса Христа. Аминь. Драгоценные, мы продолжаем тему отдыха. Большой такой раздел. И я, в свою очередь, продолжаю служение, которое в прошлый раз мы уже начали. Служение, которое посвящено покою. И данное служение называется «Суббота. Наслаждение Духа». Или «Как войти в покой». И для начала я просто хочу напомнить, прочитать то, на чем мы остановились, евреям, 4 главу, с 1 по 11 стих. «Посему, говорит апостол, будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшими. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие. Так как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще от начала мира. Ибо негде сказано в седьмой день так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь не войдут в покой мой». Итак, как некоторым остается войти в покой, а которым прежде возвещено не вошли в него за непокорность, то еще определяется некоторый день, ныне. Говорит через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите голос его, не ожесточите сердец ваших. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему, делает вывод апостол, для народа Божьего еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой Оны, чтобы кто-то по тому же примеру не впал в непокорность. И на этом мы завершили прошлое собрание. Мы говорили о важности покоя, о важности Царства Божьего, о важности мира, который превыше всякого ума, и мы приводили много мест Писания, о важности остановиться. А сегодня я бы хотел попробовать копнуть немного глубже, понять суть. Зачем? Зачем ограничения какие-то? Зачем останавливаться? Для чего вот это? Почему это вот именно так, как пишет нам Священное Писание? И сразу же хочу сказать, речь идет, так как многие христиане достаточно категоричны, речь идет не о том, что надо делать что-то одно, например, успокоиться и не работать теперь. Речь идет не о крайностях, речь идет не о том, что мы должны все оставить и ничего не делать. Речь идет о том, что без сути, без Божьего покоя все остальное бессмысленно. Оно суета-сует, как сказал экклесиаст, и погоня за ветром. Если нет покоя, то теряется все самое современное. Какие бы мы ни делали современные усилия в воспитании детей, если нет покоя, если нет мира, то теряется смысл всех наших усилий, которые тоже очень важны и очень нужны. Но есть вещи первостепенные. Если у нас нет покоя, нет мира, то хоть ты во дворце живи, говорит Священное Писание, ты не будешь счастлив, не будет тебе в том никакой пользы. Если нет мира, то и сама жизнь, она теряет всякий смысл. Если постоянное беспокойство, какие-то переживания, то сама жизнь теряет смысл. Зачем я живу? Чтобы бегать по кругу, чтобы каждый раз выполнять какие-то надо, не надо, бегом туда, скорее. Я в свое время вдруг понял для себя одну простую вещь. Надо никогда не кончиться. нужда никогда не закончится здесь, на земле. Заканчивается одна проблема, начинается новая. Заканчивается эта нужда, приходит новая. Значит, есть что-то больше или что-то глубже, что придает смысл всей нашей беготне. Я не говорю, что не надо бегать, не надо работать, не надо заботиться. Я говорю о том, что давайте попробуем найти суть, сердцевину всего, смысл всего. Если мы ищем Царство Божье, во сам Иисус сказал, то все остальное, оно приложится нам. Не говорится, что оно будет не нужно, но оно будет иметь смысл, и оно выстроится в правильном порядке. Если у нас есть правильный порядок, правильные приоритеты, если мы находим для себя самое важное и отделяем его от второстепенного. Мы когда-то, в свое время, была у меня проповедь, и я так выстраивал людей в ряд и говорил, вот смотрите, как у нас получается. У нас получается вот чудеса, исцеление, дары, таланты, о, Иисус, привет, и дальше, нужды или заботы. То есть зачастую это не специально, но у нас так происходит, что мы все ставим в одно, мы говорим, о, я с Богом, я молюсь Ему. Дорогие, молитва это прошение, но это не сам Творец. Прославление или поклонение это не сам Творец, это только возможность остановиться, возможность приблизиться к Творцу, возможность прийти к Нему в хвале и поклонении. Но когда ты ощущаешь Божье присутствие, Божий покой, я вам свидетельствую, мое пение, оно было уже лишним. Когда ты находишься в Божьем присутствии, ты вдруг понимаешь, что тут все поет, и твое пение, оно, по сути, уже не нужно. Тебе нужно наслаждаться Духом. Это то, о чем я сегодня хотел бы говорить. Тебе нужно научиться войти в покой мне и наслаждаться этим Духом. И это наслаждение, оно перейдет во все сферы твоей жизни, чем бы ты ни занимался. Я работаю водителем уже больше 35 лет. Каждый день я езжу, что-то делаю, и при этом однажды я вдруг поймал себя на мысли, ну, нет у меня часа утром, часа вечером, каждый день, чтобы что-то делать, и я вдруг начал искать Бога посреди того, что было в моей жизни. Итак, блаженный миротворцы, говорит, сам Иисус в Нагорной проповеди, то есть те, которые ищут мир, творят мир, не просто мирлюбивые, добренькие. Здесь речь идет о тех, кто делает мир, создает мир, и это очень похоже на нашего Творца, потому что в субботний день Он сотворил покой, Он доставил покой, мы говорили об этом в прошлый раз. Важно захотеть самого Творца больше, чем подарки от Него, чем дары от Него, чем все, что Он дает, чем все благословения. И в этом суть, мне кажется, пути Божьего. Есть у меня еще одно свидетельство, когда я ослеп на один глаз, все, о чем я просил верующих, и все, о чем я молился, я просил, я говорю, Господь, ты приди и просто поговори со мной, объясни мне, что происходит. То есть, по сути, я, ну, фактически, я не молился, исцели меня, что-то сделай со мной. Но я помню этот момент, я хотел с Ним встретиться, и потом я уже осознал книгу Иова, когда Иов говорит, пусть Он придет ко мне, пусть Он скажет мне, если я в чем-то не прав, нет проблем, но пусть Он придет, пусть Он скажет, нам так важно встретиться с Ним. Мы дорожим только тем, что ценим. Ради того, что мы ценим, мы готовы на все. И уже тогда речь не пойдет, ой, зачем эти ограничения. Господи, да я готов на любые ограничения, лишь бы встретиться с Тобой, если это действительно тебе нужно, если это путь, если ты что-то хочешь сделать. И давайте попробуем вот глубже разобраться во всем этом. я понимаю, что я не смогу охватить все, я только пройдусь буквально по каким-то темам, моментам, которые, я считаю, самые важные в том, чтобы войти в покой. Как радоваться и чему наслаждаться. Напомним, что в исходе, 20 главе, 8 стих, о том, о чем мы в прошлый раз писали, написано. Сам Господь говорит, помни субботний день и храни его святым. И здесь мы видим, наверное, первый и самый главный принцип. Помни и храни. И это встречается очень много раз. Напомню вам, что именно соблюдать субботу, то есть входить в покой, а суббота и покой это одно и то же, да, это первое, чему повелел Господь Моисею научить народ Божий. Это первое, что сказал Господь Моисею научить народ Божий, когда они вышли из рабства. И это очень схоже с нами, потому что мы находимся, как мы вчера говорили, в рабстве. В рабстве греха, в рабстве зависимости разных, в рабстве телевизоров, интернетов, чего угодно. Все мы в какой-то степени рабы греха или рабы каких-то вещей. И нам важно, когда мы выходим из этого рабства, первое, чему мы должны научиться, это войти в покой. И для чего? Чтобы в свою очередь можно освободиться от рабства. И я видел много людей, которые освобождаются от наркотиков, но так и не входят в Божий покой и потом возвращаются обратно. Можно освободиться от любой зависимости, но в покой-то так и не войти. И здесь очень важно, когда ты освобождаешься от зависимости какой-то любой, очень важно, чтобы ты твое сердце еще освободилось от этой зависимости, чтобы не только внешне ты ушел, вышел, как мы говорили, допустим, если мы даже на природу выезжаем, мы вроде освобождаемся от суеты, освобождаемся от интернета, но выходит ли сам этот интернет из нас? Выходит ли это зависимость из нашего сердца? И очень важно, чтобы мы понимали, что субботу создал Бог до закона. «Бытие», 2 глава, 2 стих. «В седьмой день Бог завершил работу, остановил работу в разных переводах, да? «В седьмой день, окончив свой труд, он пребывал в покое». Или в другом переводе, более дословном, написано «Он доставил себе покой», то есть «Он создал покой». И мы разбирали эти места. Бог благословил седьмой день и сделал его священным. Видите, везде происходят две вещи. Он сделал, благословил и осветил, или отделил, если мы придаем значение словам, слово «осветить» это отделить, сделать отделенным, разделить, то есть святое от несвятого, то есть чистое от нечистого. «Ибо в тот день, окончив труд, Бог пребывал в покое». Напомню, что доставить покой это дословно успокаивать, доставлять покой, останавливать, прекращать что-то, покоиться, почивать, пустовать. Мы разбирали это в прошлый раз. И вот первое, на что я хотел бы обратить внимание, надо нам освободить место, пустовать. В один из периодов моей жизни, читая Библию по плану каждый день, я вдруг понял, что как-то это сухо. Да, мой разум, он наполнялся, он вспоминал Писание, он вспоминал какие-то откровения, и вроде все было нормально и хорошо, но как будто бы какая-то жизнь немного исчезла, и я молился, и Бог говорит, а мне некуда наливать, ты ничего не отдаешь, ты только ешь, 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 ты не выливаешь из своего сосуда, куда мне наливать, он полон, твой разум заполняет все, он заполняет все, что ты читаешь, понимаешь, говоришь, мы видим, что сам Творец, он окончил что-то, завершил, оставил, опустошил, и в свою очередь благословил, осветил, доставил себе покой и пребывал еще в этом покое, мы видим в принципе, что во всем есть что-то, что мы делаем, есть что-то, что Бог делает, есть что-то, что мы делаем, а есть что-то, что мы не делаем или оставляем, правильно? То есть мы оставляем родителей, мы прилипляемся к жене, да, то есть мы во всем, если мы внимательно будем смотреть, мы что-то оставляем и что-то приобретаем, Мы готовим сначала, а потом вкушаем. Мы отделяем что-то, а потом принимаем. Мы слушаем и делаем. В Якова 1.22 написано «Будьте исполнителями слова, а не слышателями, забывчивыми, обманывающими самих себя». И здесь тоже очень важный момент. В век информации мы превращаемся в профессиональных слушателей. Мы правильно слушаем, мы все оцениваем, мы разбираем все по полочкам. Но если по-честному, это не приносит полноты благословения. Это важная часть – слушать, слышать, смотрите, как слушайте. Но если ты не исполняешь, если ты что-то не делаешь, то тогда ты как слушатель забывчивый посмотрел в зеркало, отошел и забыл, что ты слышал. Если вы не начнете исполнять то слово, которое вы слышите, оно не принесет вам пользы, как мы читали выше, израильскому народу. Слово «слышанное» не принесло им пользы, хотя они видели гром и молнии. Они слышали голос нечеловеческий в молниях, в громе, в столпе облачном и огненном. И даже это из-за одной маленькой детальки. Слышали, но не делали. Непокорность, Господь говорит, они не вошли в покой. Поэтому так много разочарованных людей, которые ходят из церкви в церковь с одного семинара на другой, а жизнь не приносит той сути и того смысла и цели творения. Теория и практика. Мы продолжаем. Везде есть пассивная часть и активная. Есть видимая часть, есть невидимая часть. Есть наши слова-поступки, но есть наши мотивы. И очень важно, чтобы мы понимали, что это все связано. И Бог говорит, храни и помни. О чем здесь идет речь? Здесь речь идет о том, что есть форма, а есть содержание. Есть стакан, а есть вода. Если нет формы, а ты просишь, Господи, излей благодать Твою, спаси меня, исцели меня. Господь говорит, да, я хочу Тебя исцелить. Вопрос, куда я буду наливать свое благословение. А Бог не кидает свои благословения перед свиньями. Он не раскидывается своей благодатью. Правда? И мы читаем, что есть сосуды. И мы, сосуд. Очень важно, чтобы наш сосуд, он был. Была форма, куда Бог что-то нальет. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы знаем, что это вера. То есть тоже состоит из двух частей. С одной стороны, я какую-то форму создаю, я уверяю в невидимом, но я и осуществляю ожидаемое. То есть есть две составляющих. Дела и вера. Знаменитые, как видят христиане, противоборство и противодействие. Одни говорят, только закон. Другие говорят, нет благодать. Мне видится, что это две стороны одной медали. Без закона, и мы в Новом Завете читаем, в заповеди Иисуса тоже нет благодати. Кто любит Бога, тот соблюдет заповеди, сказал сам Иисус. Итак, вера и дела. Вера без дел мертва, говорит апостол. И делами вера достигает совершенства. Понимаете? То есть моя уверенность. И бесы веруют и трепещут. Но моя уверенность, она что-то производит. Она что-то делает. И тогда она достигает совершенства. То есть достигает той цели, которой она и предназначена. Итак, нам очень важно, о чем мы говорили вначале, иметь цель. Понимать, что покой – это самая важная вещь. Это первостепенная вещь, которую мы должны найти, войти в этот покой. И он дает смысл всему. Точно так же по результатам нашей жизни можно увидеть, в покое мы или нет. Раздражаешься ты, нервничаешь, переживаешь очень много. То есть это говорит о том, что ты как будто бы немного вышел из покоя. Или ты не вошел в него. То есть по плодам мы видим, что внутри в нашем сердце. Нам важна цель, но нам важна и суть, чтобы мы. Важна форма. И так же важно содержание, что в этой форме. И вот две вещи. Храни и помни. Постараемся вникнуть немного поглубже. Как это? Что хранить? Что помнить? То есть о чем помнить? Сам Бог говорит. Помни, отдели, освяти. Еще один важный момент во всем этом. Вся гениальность и сложность в том, что покой Божий, он абсолютно рядом с нами. Он не где-то за горами. Он очень очевиден. И он недалеко от каждого из нас. И, знаете, единственный момент, как это можно познать, это когда ты пребываешь в этом покое, то ты видишь, что и всю твою жизнь этот покой был рядом с тобой. Но как будто бы ты больше обращал внимание на суету. Ты как будто бы его не замечал. Мы не сможем сказать Богу, Господь, нам было так плохо и так тяжело, что мы не нашли твой покой. Мы не сможем так сказать. Потому что покой рядом с тобой. Он никуда не делся. Бог не делал ничего сложным. Он сделал все настолько легко, что и младенец пойдет этим путем и не заблудится, и не собьется с этого пути, потому что иначе бы кто мог войти в Царство Божие? Бог сделал все настолько очевидным, что мы иногда пренебрегаем, и мы иногда даже не замечаем это очевидное рядом с нами, божественное. Независимо от переживаний или каких-то дел, посреди проблем, суеты, этот покой есть. И я прямо переживал этот момент, когда я очутился в Божьем присутствии. И я вдруг оглянулся назад, и я увидел, что в тот момент, когда у меня был нервный срыв, Бог был рядом, и покой был рядом. Все было рядом. Но я как будто бы просто его не замечал. Я как будто бы отдавал предпочтение чему-то другому. Остановка дает возможность посмотреть на себя со стороны. Не из плоти, не из плотского помышления, которое суть смерть. Она дает те важные секунды и паузы для реакции. Всем нам знакомо, что бывает мы нервничаем с пыли, мы понимаем, что у нас не было даже доли секунды, чтобы обдумать свой поступок, как говорят умные люди, говорят, да считай до 15. Да, Господи, я не то, что до 15, я и рот открыть не успеваю, как все мои нервы выходят вперед. И вот здесь очень важный секрет. Пока я в плоти, я в плотских помышлениях, и здесь речь не идет о греховных помышлениях, плотских, суетных, заботах, еще чем-то, пока я весь здесь, я не могу даже со стороны на себя посмотреть. Для чего нужна остановка? Остановка – это как будто бы отойти немножко от плотских мыслей, взглядов и посмотреть на себя со стороны. О, а почему, собственно говоря, я так нервничаю? А почему, собственно говоря, вот это происходит? Остановка – это одна из самых важных таких первых шагов и просто необходимых. Остановка дает возможность тебе посмотреть на себя со стороны. И в то же время она дает тебе возможность, как написано в Риблинах, мы сейчас будем читать ниже, сделать выбор уже между плотью и духом. Потому что пока ты в плоти, ты не можешь сделать выбор. Пока ты в плотских мыслях, переживаниях, ты не можешь войти в дух. Ты не можешь переключиться. Чтобы переключиться, надо сначала выйти из одного состояния и потом войти в другое. Надо войти в другое. Итак, Римлянам 8 глава 6 стих «Помышления плотские – суть смерти». Здесь не написано «греховные», заметьте. «Помышления духовные – жизнь и мир». 7 стих «Потому что помышления плотские – суть вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут покориться. А помышления плотские, но не только греховные, они смерть». О чем здесь еще идет речь? О «хочу». Вредно, говорят, хотеть не вредно, вредно не хотеть. На самом деле, на любые «хочу», которые возникают в моей жизни, и речь идет не о грехах опять-таки, а просто о желаниях, о хотениях, очень важно научиться смотреть со стороны. И дело не в том, хорошее это желание или плохое, хорошее это хочу или плохое хочу, а в том, чтобы мы не были рабами «хочу», рабами желаний. Об этом говорит Священное Писание. Только в Божьем покое можно определить чистое от нечистого, святое от несвятого, и увидеть источник «хочу». Поймать, даже самых хороших «хочу» могут быть в очень эгоистических источниках. И я приведу вам опять-таки пример с одного из молитвенных выездов, когда мы просто находились в покое, и Бог мне говорит, «ты меня не любишь». Я говорю, «Здравствуйте». Я 25 лет уже на тот момент оставил все, оставил папу родного. Я служу тебе днем и ночью, всецело. И ты говоришь, «Я тебя не люблю». То есть, казалось бы, все мое служение видимо абсолютно хорошее. И Бог продолжал. Он говорит, «Ты здесь, ты мне служишь, потому что ты хочешь, чтобы я тебя защищал, оберегал, охранял, благословлял, защищал твоих детей». Бог говорит, «Да, я тебе это обещал. Это мое обетование для тебя. Но если я тебе это не дам, ведь я Бог, вот тогда ты будешь просто меня любить». Понимаете, Бог как будто бы переводит нас во взрослые отношения. Ребенок любит папу, когда он ему дарит подарок. А когда не дарит подарок, папа плохой. Но слава Богу, мы взрослеем. И для нас дары очень важны, таланты важны, исцеление важно. Но оно не может быть на первом месте по сравнению с отношениями с Богом. По сравнению с тем, чтобы просто пребывать в покое с нашим Отцом, с нашим Творцом. Самый частый вопрос, который задается, «Почему же запреты? Почему нельзя, особенно молодежь, не кричат? Почему так строго? Это не делай, тут что-то не делай, почему какие-то правила? Я свободный. Абсолютно свободен. Делай, что хочешь, но и будешь иметь то, что ты имеешь. Твой выбор. А если тебя уже не устраивает результат, если ты честно можешь посмотреть и увидеть, что твой выбор привел тебя не к тому, что ты хотел, то тогда, наверное, надо вернуться к первой любви и посмотреть, «Господи, что-то я не совсем так там вначале сделал». И вы знаете, что все ученые всего мира действуют именно так. Они что-то принимают, потом доказывают это и по результату смотрят, правильная ли была теория или неправильная. Так и мы. Мы можем по плодам увидеть, есть мир, есть покой, который превыше ума, превыше разумения. Если честно, то мы сами должны были сделать бы эти определенные запреты для себя, если мы действительно хотим чего-то добиться. Павел говорит, если ты спортсмен, то ты сам себя ограничиваешь для того, чтобы добиться чего-то. Если мы хотим победить в этой битве со своей плотью, то от нас зависит победа. Цель человека сблизиться с Творцом. И вот давайте попробуем посмотреть еще глубже. Если после греха Бог сказал, в поте лица будешь добывать хлеб свой, значит, до греха все было в готовом виде. Не надо было готовить, убирать, искать, что-то делать. Но человек сам захотел быть Богом. Он сказал, я сам, сам придумаю, сам буду отдыхать, сам решу. Поэтому Бог и дал ему свободную волю. Говорит, ну, раз ты решил сам, вот тебе семечко, иди сей, поши, убирай, мели, перемалывай, готовь себе хлеб. То есть, мы захотели быть как боги, и поэтому сейчас у нас есть шесть дней, чтобы работать. Но, слава Богу, Господь создал один день, что-то из другого мира, что, о чем мы сейчас и говорим. Человек изначально был сотворен не для труда. Но так как мы уже родились в этой действительности и в этой реалии, и полностью в нее погружены, то поэтому у нас и есть эти шесть дней, в которые мы не можем не работать, не можем не доставать это, не искать хлеб, работу, там что-то делать. Но в покой можно вернуться, можно вернуться в это состояние первого человека, в этот покой, в этот рай на земле, который создан для нас, опять-таки, я повторюсь, в царское состояние, в царство Божье, которое внутри нас есть. И, конечно же, когда речь касается каких-то ограничений, здесь сразу же проявляется то, насколько ты доверяешь Богу. Потому что, если я доверяю Богу, то для меня не вопрос послушаться Его, даже если я что-то не понимаю, а я ограничен своим разумом, и я по-честному много не понимаю, если не сказать все. Я знаю только то, что я ничего не знаю, как сказал один великий человек. И как мы можем узнать благо? Только по результатам. первым грехом было сокрыто присутствие Творца. И наша цель с вами вернуть это присутствие, вернуть Творца на эту землю. Напомню вам только еще то, что сам-то Бог хочет вернуться еще больше. Он хочет быть среди нас. Он все сделал для этого. И сделал это не иго мое не тяжко он сказал. Возвращаясь к нашим двум вещам храни и помни, попробую дать другой пласт этого. В пространстве у нас есть церковь, у нас есть тело Христа, у нас есть близкие, родные, верующие, у нас есть семья, а во времени у нас есть покой, у нас есть Божье присутствие и царство. И это также две составляющие. Как разделить церковь от Божьего покоя? Я не знаю. Я 30 лет хожу в церковь, я не знаю, как это отделить. Для сути человеческого существования работа вообще не нужна. Более того, она даже нам мешает. Почему когда мы начинаем молиться, мы пытаемся остановиться от всей суеты, от всех мыслей, от забот, чтобы приблизиться к Богу. Для этого и поклонение, и прославление. Но так как мы рабы греха, рабы привычек, а раб не способен сам освободиться от своего рабства, то и нужны определенные ограничения, которыми создается душевное спокойствие для духовного поиска и духовного в свою очередь наслаждения. Я повторюсь, мы в прошлый раз об этом говорили, очень нужны нам самим, мы должны как-то довериться Богу и понять, что нам нужны ограничения для того, чтобы остановиться, для того, чтобы создать вот это душевное хотя бы настроение, покой, мир для духовного наслаждения, для Царства Божьего, для того, чтобы находиться в духе, а не в плоти. Все мы дети. Конечно, о чем еще здесь идет речь, когда Бог говорит, храни и помни, что я должен помнить, причем помнить, чтобы осветить, помнить, чтобы отделить. Это та важность, о которой мы говорили в начале. Важность Царства Божьего, осознание того, что без этого ты так и загонишь себя. Если физически я загоняю себя, если я работаю без отдыха, то тело потом просто заболеет, и оно скажет, давай будем отдыхать, принудительно, раз ты не можешь отдыхать. Но в душе немного по-другому, и Бог, Он надеется, что мы сами это поймем, и будем искать вот этого душевного спокойствия для духовного наслаждения. Не просто для того, чтобы вот я успокоился, чтобы просто успокоиться. У всего есть цель, у всего есть замысел, потом есть шаги, и потом есть результат. То есть, пока нет результата, пока нет мира, покоя, то мы должны смотреть, делать какие-то шаги. Замысел у нас уже правильный, мы уже хотим Божьего присутствия, хотим. То есть, у нас есть цель, у нас есть понимание, но теперь речь о шагах. Что я могу сделать здесь, сейчас? Маленький шаг, один, чтобы приблизить это духовное наслаждение, это наслаждение Царством Божьим. И вот шесть дней, вроде бы абсолютно какие-то рабочие дни. И знаете, я тоже задавался этим вопросом, почему некоторые люди приходят на воскресное собрание, например, но ничего не чувствуют, не переживают. А рядом с ними сидит другой человек, и он прямо вот урёвывается, слезами, плачет, и Господь его касается, и что-то с ним происходит. И знаете, что говорят мудрецы? Что не суббота, не человек для субботы, а суббота для человека, да? Если сказать немного другими словами, не покой для того, чтобы работать, не отдых для того, чтобы ты мог шесть дней потом пахать, а шесть дней для того, чтобы ты мог войти в покой. Вы скажете, как это так? А в этом чудо. Казалось бы, шесть материальных дней, практических, житейских каких-то дней, от них зависит, в какой покой ты войдёшь. От них зависит, войдёшь ты в покой вообще или не войдёшь. постарайтесь увидеть это. Именно шесть дней создают седьмой день. Именно шесть дней, то, как ты относишься к этим шести дням, то, как ты хотя бы ожидаешь воскресного дня, то, как ты ожидаешь покоя, от этого зависит, как пройдёт твой седьмой день. если ты его ожидаешь, то есть стремишься к нему. Весь мир был создан для человека за шесть дней. А человек для чего был создан? А человек был создан для того, чтобы войти в покой Божий. Если говорить по летоисчислении даже, мы знаем один день как тысяча лет, и мы видим, что в Писании говорится, что есть шесть тысячелетий и есть седьмое тысячелетие, которое Господь называет своим покоем, царством Его, которое многие верующие ожидают. Мы можем коснуться даже каких-то материальных вещей. Вся материя, она имеет шесть направлений вверх, вниз, вправо, влево, вперёд, назад, но есть седьмая, есть точка, где соединяются все эти направления. Есть вот этот покой, который, с одной стороны, является источником всего, с другой стороны, всё к нему и приходит снова. То есть, точка, в которой соединяется всё. Остановив творение, Бог сотворил возможность покоя, превращение материального в духовное, активно творить святость, то есть, отделять. И мы можем в процессе даже работы, мы можем думать о горнем, мы можем помышлять о Боге, мы можем искать Его, мы можем размышлять, мы можем всё делать, даже какие-то практические дела, мы можем делать, как для Господа. И от этого будет зависеть, какой покой ты входишь. Работа для покоя, а не покой для работы. и получается, что даже эти шесть дней вроде бы физического, тяжёлого труда, но очень важно, как ты трудишься, какой смысл ты в них вкладываешь. Частичка вечности, любви и наслаждения Духа. Мы готовим Царство Божье, Иоанн Креститель, если вы помните, он тоже, он готовил пришествие Иисуса Христа, он предтеча, и мы, в свою очередь, сейчас, как церковь, мы являемся, мы готовим путь, мы готовим вот это пришествие Иисуса Христа, но не совсем, как бы, вот я думаю, это всё буквально, но это в наших сердцах. Мы готовим приход покоя, приход Царства Божьего сначала в наши сердца, а потом нашим близким, родным. Частичка вечности, частичка любви, наслаждения Духа. Итак, остановиться это форма, а уже остановка это как будто бы форма для того, чтобы Бог мог излить свой покой. Ещё один довод к определённым всё-таки правилам. Что у нас получается само собой? Нервничать получается само собой. Раздражаться получается само собой. Переживать у нас получается само собой. плохое настроение тоже как-то получается само собой. Но Царство Божье усилием берётся. И вот здесь, когда мы останавливаемся, мы создаём определённую форму. Всё, что мы делаем на молитвенном выезде, мы просто создаём определённые условия, форму, чтобы человек, остановившись, мог вдруг встретиться с самым важным человеком в своей жизни, с самим собой. И, конечно же, как следствие встретиться с Творцом и с Богом. Дальше мы создаём душевное настроение. Поём или молчим, хвалим или поклоняемся, или просто пребываем в тишине, мы создаём настроение. И здесь очень важно, что мы хозяева души. Давид говорил, душа, что ты смущаешься, уповай на Бога, прославляй Его. То есть, мы хозяева души, и об этом я уже говорил немного раньше. То есть, когда мы смотрим на себя со стороны, когда мы немножко останавливаемся, только тогда мы способны сказать своей душе, хорош печалиться, твой Бог живой, вставай, будем славить Его. То есть, мы можем, мы должны руководить своей душой, и вот это происходит только в тот момент, когда мы останавливаемся, когда мы начинаем входить в покой, создаём вот эти условия остановки, останавливаем это, оставляем что-то, что нам мешает, что нас отвлекает. Ещё раз напомню, что хвала это способ войти в покой, но цель не хвала, цель это он. и здесь я, наверное, уже рассказывал о том, что в Божьем присутствии, когда уже ты входишь в покой, тогда уже даже твоё пение, оно не нужно, оно нужно вот на этом этапе, когда твоя душа не может вырваться из плена твоей плоти, тогда нам нужна хвала и поклонение и прославление, и это самый важный такой момент в данном случае. В Божьем покое, в Божьей тишине там так всё звучит, что ты замолкаешь, и вот куда нас Господь ведёт, вот туда дальше, в покой Божий. Мы создаём настроение, сон в удовольствие, как ребёнок за пазухой у Бога. Ещё один момент, кушать в удовольствие. Тоже расскажу опять-таки свидетельство, когда однажды мы вернулись с одного из молитвенных выездов, у меня произошло такое ощущение, что у меня как будто все рецепторы, они обострились. Я беру одну ложку еды в рот, обычной еды, никаких-то деликатесов, и я прям чувствую как наслаждение, оно разливается по всей моей душе. Прямо удовольствие просто течёт в меня. И знаете, что произошло? Я сразу же в этот же момент стал как минимум раза в два меньше есть просто от того, что произошла остановка, наслаждение едой, не торопясь, ни на бегу, ни по-животному кушать. Что ещё? Просто такие моменты. Было правило в израильском народе. Воскресный день, субботний день в израильском народе, он должен был чем-то отличаться от обычных дней. И именно в воскресный день, в субботний день в израильском народе, сейчас можно это в воскресенье, да, не наказывали детей. Это день любви, день наслаждения, день разговоров, день размышлений, день учёбы, день того, чтобы пребывать в покое. И это очень важный фактор воспитания детей, потому что когда родители после воскресного собрания, дети же на них смотрят, тут же срываются и кричат на детей, то вся святость воскресного собрания, она куда-то исчезает. От нас зависит, создаём мы основания для того, чтобы пришёл Господь. Суббота, покой, это отличное время, просто подумать, поговорить с женой, с детьми, с близкими, с родными, остановиться. Ну и, конечно же, духовный смысл. Суббота, написано в Левите, 23 глава, 3 стих, 6 дней можно делать дела, а в седьмой день, суббота, покоя, запятая, священное собрание. Никакого дела не делайте в эту субботу. Это суббота Господня в жилищах ваших. И часто в Священном Писании говорится суббота, покой, запятая, священное собрание. Святость священного собрания, отделение священного собрания, не то, что ты на бегу, бежал, 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 дела, заботы, суета, о, теперь собрание, и дальше побежал. Это не совсем работает, вы же сами это видите зачастую. 15 раз говорится о священном собрании именно в контексте субботы. Бог каждый раз напоминает это мой день, это мой покой, отделите его для меня, хоть в этом испытайте Бога, отделите, сделайте что-то, чтобы я мог излить на вас благословение до избытка. Если душа стремится к Богу, то она найдет его. семейные трапезы, как важно, чтобы мы в этот век интернета, в век скоростей хотя бы на ужин могли отложить все свои телефоны, звонки и не разбежаться по своим комнатам со своими тарелками, а хотя бы раз. Давайте не будем каждый день, но давайте хотя бы раз в неделю. Не надо, надо начинать с малого. Чтобы ни у кого, в первую очередь, у родителей не было телефона. Что и делала первая церковь, мы видим, что они каждый день собирались по домам и преломляли хлеб в веселье и простоте сердца. Субботу надо готовить, надо учиться, то есть покой, он готовится, поэтому были какие-то запреты, но запреты только форма, и в них нет никакого смысла, если ты не видишь сути и не видишь, чем их заполнить. Конечно, легко сказать так, убираем телефоны, это не подойдет. Если ты, как глава семьи, хочешь убрать телефон, то взамен надо что-то подготовить, надо что-то придумать, чтобы детям было интересно, чтобы заинтересовать их, чтобы это был не приказ сверху и не скука, а чтобы это было нечто подготовленное, интересное, важное. Может, какие-то игры, может, какие-то карточки, может, что-то, ну, есть много сейчас разных вещей, и как раз интернет нам в помощь, чтобы найти то, чем заняться вечером, в субботу или в воскресенье. Учиться, может, что-то читать, спрашивать у детей, как, что, что, какие-то, знаете, к вечеру, именно перед сном, дети, как так говорят даже психологи, дети находятся в таком состоянии, уже уставшие от дня и готовые отходить ко сну, у них как раз вот то тихое состояние, в которое можно с ними и нужно с ними поговорить. Это тот момент, когда ребенок, у него уже нет сил сопротивляться или нервничать, но он готов услышать тебя, он готов о чем-то поговорить. Это тот момент, когда как раз уже и говорят, например, о каких-то провинностях или о том, что ребенок плохое сделал. Не в тот момент, когда ребенок что-то опрокинул, надо на него накинуться, а именно, когда ребенок уже успокоился, и ты можешь с ним поговорить. Это и есть покой, это и есть суббота, которую нас ведет Господь. Учиться читать, но читать не в смысле информации, а в смысле поразмышлять над информацией. То есть не надо ничего нового в субботу, в покой. Надо просто поразмышлять над тем, что ты слышал, что ты прочитал. Как мы говорили, пережуй информацию, пожуй хотя бы то, пережуй то, что ты получил. Усвой хоть немножко до момента «Я понял!» До момента «Я вдруг понял, я получил свободу, я пережил откровение, духовное удовольствие. Вот к чему мы должны подвести, что духовное удовольствие это такое счастье, это озарение, это неимоверное счастье, и оно гораздо больше, чем счастье от всех игр и других удовольствий. Но находим ли мы это счастье, это удовольствие от нас зависит. Священное собрание это церковь, это знак принадлежности Богу, это очень важная часть покоя. И в заключение я бы хотел прочитать еще раз места Писания про мир Божий, про покой Божий. В Иоанна 16 главе 33 стихе сам Иисус говорит, «Сие сказал я вам, чтоб вы имели во мне мир, говорит Иисус, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Филиппийцам 1-2 «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И если вы читаете Новый Завет, вы везде видите апостол Павел везде говорит «Мир вам, мир вам, благодать и мир, мир да умножится». И там мы просто сейчас не способны охватить все детали мира и покоя, но просто основные моменты. Филиппийцам 4-7 «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе, Ефесянам 2-14 «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду». Галатам 5-22 «Плод же Духа есть любовь, радость и мир». Римлянам 14-17 стих «Ибо Царство Божье не пища и питье, а праведность и мир и радость во Святом Духе». Евангелие от Иоанна 14-я глава 27-й стих «Сам Иисус говорит «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». И закончить я бы хотел благословением, которым сам Бог сказал «Благословляйте сынов Израилевых». И здесь мы тоже видим две составляющих. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит он на тебя светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Бог 90 с лишним раз говорит о мире в Ветхом Завете только. Он говорит «Мир вам, покой, мой мир, мой покой». И давайте помолимся о том, чтобы нам впитать это слово, иметь этот мир, жить в нем и распространять его в этом мире. Дорогой Господь, мы читали Твое слово, мы размышляли и рассуждали о том, что самое важное. Мы не говорим, что жизнь и работа это не важно. Мы, Господь, хотим во всем, во всем нашем хождении пред Тобой искать Тебя, искать царства Твоего, мира Твоего, покоя Твоего. Помоги нам, Господь, опустошить себя, чтобы было Тебе, куда налить этот мир и покой. Господь, мы молимся, чтобы Ты благословил нас быть не слышателями только, но исполнителями Твоего слова, рассуждать, рассмышлять, исполнять Слово Твое, чтобы быть благословенными во всех своих делах. Господь, мы молимся, чтобы мир Твой пребывал в церкви Твоей, твой покой пребывал в доме Твоем, и чтобы мы входили в Твой покой, мы находились в нем, мы жили в нем, и мы становились Твоим покоем, Твоим миром здесь на земле, Твоим Царством Божьим, и распространяли этот мир, этот благоухание о Тебе, благоухание познания о Тебе на всяком месте, и да будешь Ты прославлен, возвеличен и превознесен, и каждый верующий в это да скажет Аминь. Дорогие, от всего сердца хотел поделиться тем, чем я наполнен, и верю, что слово это оно живое, оно действенное, примите, пользуйтесь, и будьте благословенны, и в конце я хотел бы поблагодарить вас, спасибо вам за то, что вы служите, за то, что вы даже в обычные дни, на обычных работах вы думаете о церкви, вы думаете о служителях, вы думаете о людях, которые готовят вам хлеб насущный, которые заботятся о духовной сфере, и это настолько же драгоценно пред Богом, как и любое служение слова. ваша жизнь на любой работе, дома, с детьми, она не менее священна, но она настолько же драгоценна, и настолько же духовна, если вы входите в покой Божий посреди тех ситуаций, проблем, обстоятельств, и работы, в которых вы находитесь. и сейчас я предлагаю вам посмотреть ролик о способах пожертвования. Бог да благословит каждого из вас и даст вам мир. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт New Life в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе в сервисе Сбербанк Онлайн в разделе «Услуг набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности, любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8 912 22 333 3-0-2 Когда вы жертвуете, вы участвуете в деле распространения Евангелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин